Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе». А моих сегодняшних героев, Евгения и Сергея, по крайней мере, в качестве музыкантов, в городе знают еще не все, но этот маленький недочет они обязательно исправят. Знакомьтесь, группа «Круглый квадрат». Кофе-ароман пытается вернуть нас с тобой назад. Кофе-ароман связывает нас в который раз. Каждая музыкальная группа пишет свою историю сама, и пока звучат аккорды, в ней всегда присутствуют завтра. На этой кухне Евгений и Сергей выпили немало кофе, пока пробовали найти новое звучание очередного хита. Стиль у нас, конечно, единый есть. Это акустика, мы играем на акустических гитарах, поэтому можно сказать, что это наш стиль. А вот уже какие-то разветвления, то есть там чисто акустический рок или панк-рок или металл, у нас такого нет. Мы стараемся играть абсолютно все. То есть все, что нам нравится, все, что мы слушаем, подслушиваем, где-то увидим, мы пытаемся это изобразить. Как говорят они сами, «Круглый квадрат» был всегда, как некая материя. И только встретившись друг с другом, они поняли, что это пространство пустовать не должно. Круглый квадрат — это какая-то фигура, у которой нет каких-то границ или рамок. И мы хотим, чтобы наше творчество точно так же не имело никаких четких границ и рамок. Что интересно, их сферы деятельности не имеют ни малейшего отношения к музыке, хоть и не лишены творчества. Каждый вырос по-разному, то есть у нас свой характер у каждого. И уж если проводить какую-то аналогию с названием группы, то мне показалось, что более лояльный в этом тандеме Евгений, а острые углы добавляет как раз Сергей. У нас есть один человек, который опаздывает, и это не я. На самом деле ребята молодцы. Они пишут сами и перепевают песни, например, на стихи Анны Ахматовой или Роберта Рождественского, выбивая тем самым сразу двух зайцев. Слушатель не имеет представления, под каким соусом ему подадут, казалось бы, знакомое блюдо. Выходит свежо, оригинально и современно. Мы не берем просто гитары, о, какие там аккорды, давай, вот, прям так и сыграем. Нет, мы какие-то обыгровочки свои придумываем, меняем даже музыку, темп, стиль даже частенько меняем. Талантливый человек, он знает, как вот сделать, тоже вот подойти нестандартно к музыке, как бы, и все это вот обыграть по-другому. И то есть я по-своему делаю, он по-своему все это соединяем, и получается очень интересно. Получается такой вот симбиоз. То есть это не получается как лебедь, рак и щука, это получается как упряжка, например, из собак. То есть каждый что-то свое, но вместе получается что-то, нечто другое. Они быстро поняли, что если раньше квартирники рождались вследствие политики запрета, то сегодня это синоним эксклюзивности и даже экзотичности. Это своего рода проверка музыканта на звездность, которая, как лакмусовая бумажка, покажет, насколько он интересен. Там за аранжировку не спрячешься, и критика будет видна сразу. Это мы играли в квартирнике «Time and Play». Эта песня написана как раз-таки на стихи Роберта Рождественского «На земле бежала с маманикой». Мы эту песню готовили специально к 9 мая. У нас музыка как-то прям пошла сразу. Сразу родилась мелодия, обыгровка, музыка. Их музыкальная история уже не похожа на другие, ведь прежде чем спеться, пришлось сначала сработаться. Я все-таки расскажу ее. Ну, я бы не сказал то, что у нас как-то сразу задалось. Начало было банальным. Евгению предложили повышение на работе, но с условием, что найдется толковый сменщик. Появившись на пороге, Сергей произвел хорошее впечатление, но на следующий день взял и исчез. Я звонил ему каждый день, Сережа, приходи, Сережа, надо, ну хоть что-нибудь ради меня сделай. Вот. И потом уже в процессе мы нашли какие-то общие темы соприкосновения, в частности, взгляды на еду. А уж когда выяснилось, что оба неравнодушны к гитарам, первую пробную репетицию решили не откладывать. Гитара для меня такое, как бы я играю, ну вот каждый день я стараюсь играть, да, но это как по настроению. Плохое настроение, сяду поиграю на гитаре, плохое настроение. Хорошее настроение, о, хорошее настроение, сяду поиграю на гитаре. То есть и получается и характер разный. Четыре любви, как четыре ножа, Хочется вновь от всех убежать, Быть пятой любовью со мной до конца. Я тебе помогу, но не знаю когда. У нас нет какой-то диктатуры, у нас все по принципу демократии. То есть понравилось? Хорошо. Не понравилось? Нет. Будем? Будем. Не будем? Не будем. То есть пойдем на концерт? Пойдем. Не пойдем? Не пойдем. О заработке в качестве музыкантов пока говорить не приходится, но участники группы выбрали очень правильную политику развития. Когда их первый концерт буквально провалился из-за плохого звука, вместо того, чтобы хандрить, они проделали колоссальную работу над ошибками. Учли все нюансы и бесстрашно снова вышли к своим служителям. У меня бывает такое, что я сам себе это советую. Бросай музыку, не занимайся. А так, со стороны, в принципе, никто никогда ничего плохого не говорил. Все, наоборот, считают то, что если тебе надо самореализоваться, если ты это действительно хочешь, лучше делай это, чем потом сидеть где-то там в углу. Вот, у меня не получилось. Из-за тебя, из-за тебя, из-за тебя. Они оба в какой-то степени самоучки. Сергей и раньше был участником рязанских музыкальных групп, но как-то не везло с напарниками. Начал читать книги, и с этого у меня начала фантазия развиваться. И как раз, когда начал на гитаре играть, мне стало интересно, блин, а вот там же придумают фантастику, еще что-то, как бы что-то своя. А почему бы мне не взять, допустим, что-то, какой-то выучил, стандартный какой-то ход, и взять его переделать по-другому, попробовать по-своему. То есть и начал искать какие-то свои вот эти вот формы. Его напарнику Евгению Алпатову любовь к музыке привили родители. Они всегда поддерживали сына в любых начинаниях. Будь то шашки, баскетбол, самбо, музыка или появление в доме нового пушистого питомца. Мои родители, они очень богатые люди. Но богатые не в плане финансового достатка, они богаты прежде всего духовно и любовью. У нас в семье было трое детей, и никто никогда не чувствовал на себе того, что не хватает любви или внимания, или какого-то понимания, сочувствия. После десяти лет занятий шахматами он понял, что не хочет на них даже смотреть. Собственно, тогда и появилась гитара. Двор, друзья, гитара. Это, я считаю, что это самая лучшая школа, потому что здесь учат ценить, любить и понимать музыку. И с этим трудно спорить, когда на слуху имена великих музыкантов-самоучек, таких как Джимми Хендрикс, Эрик Клэптон, Чак Берри, Ангус Маккинен-Янг или Сергей Маврин. Кто знает, может, Сергей Аксенов и Евгений Алпатов тоже найдут свой олимп. Да, хотелось бы развить проект очень. Хотелось бы, допустим, тот же клип, допустим, снять, альбом, допустим, пишем. То есть хотелось бы показать, чтобы всем понравилось, чтобы людей музыка не просто, как бывает, а там лайк просто есть, допустим, где-нибудь в интернете еще. Как бы, чтобы он действительно трогал, чтобы людям было интересно ее слушать, чтобы они хотели ее слушать, чтобы хотели что-то такое сделать. Мы не ищем какой-то финансовой выгоды, чтобы там, вот, ставлю цель, через два года уже начать 100% зарабатывать. Зарабатывать за гитарой можно, в принципе, не создавая группу. Ты берешь гитару, идешь на подбелку, кладешь шляпу, играешь, тебе кидают деньги. Они не берутся сказать, что будет завтра, но на сегодняшний день есть четкое понимание, для чего это творчество нужно каждому из них. Это просто что-то необходимое, как сон, как еда. Так вот, лично для меня музыка – это тоже та же самая потребность. Я думаю, это главное стремление. Если ты чувствуешь, что в тебе играет музыка, да, она должна играть. Благо, никто не говорил, что все, ребят, прощайте, второго раза у вас не будет. Обязательно будет. Главное помнить, что многих популярных коллективов могло и не быть, сдайся, не споткнувшись на первой кочке. Так что удачи и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok